Музыка Последние годы дачные участки у саянцев все меньше напоминают примитивные огороды. Все большее количество дачников обращают внимание на ландшафтный дизайн. Многие огород превращают в своеобразную научно-практическую площадку, где выращиваются экзотические растения и тестируются новые сорта. А иные, заботясь о своем здоровье, и вовсе создают на Земле аптеку. Считается, что лекарственные травы и кустарники не только полезны благодаря своему химическому составу, они также обладают живой энергетикой природы. Многие уверены, что растения могут не только исцелять тело, но и лечить дух, оберегать от злых сил. Полезны не те травы, которые ты покупаешь, а те травы, которые ты выращиваешь сам. Потому что они как раз настраиваются на энергетику того человека, который выращивает это. И как советовали раньше, что делали славяне на Руси, они посадили траву и босиком прошлись вдоль грядочков. И все, энергетику подключили свою, и они используются как раз для того человека, который высаживал. Наличие собственной зеленой аптеки – неоценимая услуга для здоровья в течение целого года. Ведь выращивание лекарственных растений и душистых трав на собственном огороде обеспечит замену аптечным препаратам, которые ныне, увы, не дешевы. Да и в качестве сырья вы будете уверены на все 100%. Затрат, как материальных, так и физических, личная аптека, как правило, требует небольших. Преимущественно все травы встречаются в дикой природе, а значит неприхотливы в уходе и доступны для разведения бесплатно. Главное посадить, а там уже семена, корни там как размножаются. Если мать и мачеха, так она быстренько затянет все. Мелиса, мята, она семенами распространяется, тоже большие участки занимает. Но зато, что надо, то это к чаю быстренько листочки сорвал, запарил. Полезно и для здоровья, и для очищения организма. А так вообще это не сложно, главное, что это полезно. Любой сорняк на огороде может стать лекарством, уверены те, кто изучает полезные свойства растений. К примеру, из таких врагов гряда, как одуванчики, подорожник, крапива, мокрец, можно готовить великолепный витаминный салат. А мать и мачеха, на борьбу с которой огородники тратят множество сил и времени, оказывается, укрепляет организм, повышает иммунитет, придает силы и бодрость. Кстати, латинское ботаническое название травы означает кашель, что освещает главное лекарственное качество мать и мачехи. Она вот для верхних дыхательных путей от кашля лечит очень хорошо. Я детей никогда, ни внуков, ни детей не поила вот этими покупными лекарствами. Только мать и мачеха. Запариваешь и все. Столовая ложка на стакан воды кипяченой. Противовоспалительное действие. Все, да. Какие еще? Ну вот ромашка, да, чисто она противовоспалительное действие имеет. Тоже хорошая вещь. Даже когда желудок прихватит, а то ее попил и уже желудок перестает болеть. Потом какие? Мята и мелиса. Ой, ароматные такие чаи у нас все время запаривают. Вот мы когда собираемся у нас в чаепитие, обязательно у нас только травяные чаи. Вот земляника, клубника и мелиса, мята и тархун. Вот их запаривают вкуснейшие чаи вообще. И они главное дело наши местные, а как говорят, самые полезные это те, которые на месте на нашем рождаются. Не привозные, а именно наши. Кстати, тархун на наших огородах пока еще растение редкое. Почему-то считается, что это южная трава. Меж тем, в Сибири он растет великолепно. И тем, кто его выращивает, тархун очень полюбился. Не только благодаря уникальному специфическому запаху, но и полезными свойствами. Тархун – богатый источник витаминов, в том числе витаминов А и С, а также В комплекса, фолиевой и никотиновой кислот. Также он является отличным источником таких минералов, как кальций, марганец, железо, магний, медь, калий и цинк. Научные исследования показывают, что полифенольные соединения в этом растении способствуют снижению уровня сахара в крови. Тархун – это многолетнее растение, неприхотливое. Из него очень хорошее чае, квас делают из него очень вкусный, тоже получается освежающий такой. Ухода не требует, просто посадили и оно от корней идет. Аптекарский огород традиционно сочетает пользу и красоту. Поэтому советуют опытные огородники обращайте внимание на красиво цветущие растения, культуры с эффектной фактурой или расцветкой листвы. Тогда эти растения будут полезны, как говорится, и для души, и для тела.